Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист компании Гельтек по профессиональной косметике. В сегодняшнее видео я хотела бы посвятить ответом на ваши вопросы, которые касаются аппаратной косметологии. Вопросы подписчиков с YouTube, за которыми вам очень признательны, вопросы наших клиентов, которые покупают нашу косметику у косметологов на маркетплейсах. Эти вопросы я сгруппировала в такой топ-5 наиболее часто встречающихся и постараюсь на них подробно ответить. Первый вопрос звучит так, я зачитаю. Аппараты для домашнего применения с функцией микротоковой терапии, МС, то есть электромиостимуляции, РФ лифтинга, массажеры так называемые. Что в качестве контактной среды под эти аппараты из наших гелей лучше выбрать? То есть это аппараты, которые сертифицированы как бытовые и могут спокойно использоваться в домашнем уходе. Как, собственно, мы подбираем средства контактные под такие аппараты? Понятно, что совсем провести полностью параллель между профессиональным оборудованием с таким же названием функции и бытовым оборудованием нельзя. Массажеры домашние, они более безобидные. И требования, например, у профессионального оборудования к какому-то контактному средству, они могут не всегда соответствовать требованиям к гелю, который используется с массажером. Какие я бы выделила основные требования к контактной среде? В первую очередь, естественно, это должно быть гелевое средство, которое будет проводить и электрический ток, и ультразвук. Ультразвук проведет любой гель, не очень критичная электропроводность, а для электрического тока желательно, чтобы еще электропроводность была хорошая. Наши гели все соответствуют аппаратным методикам, применению в них, поэтому можно взять любой. Как же нам, собственно, их выбирать? По показаниям, если у человека, например, обезвоженная кожа, мы ищем компоненты, которые обеспечивают глубокое быстрое увлажнение. Например, ультра- и низкомолекулярная форма гиалуроновой кислоты, пептидные компоненты, улучшающие транспорт влаги между дермоэпидермисом, например, пептид дифупарин, как у нашей сыворотки 3D-увлажнения. То есть, если мы хотим взять препарат, например, с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, это будет гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Если мы хотим добавить в кожу антиоксидантов, сделать ее более живой, то есть поработать с усталой кожей, то тогда мы выберем гель, например, антивозрастной НЕО с липосомальным дегидрокверцитином, с антиоксидантами в составе другими, то есть витамин С, астрактплактон из зеленого чая тоже выполняют функцию антиоксидантов. И этот препарат мы можем использовать вообще на самом деле как наиболее универсальный из нашей линейки практически под любой такого плана домашний массажер. Также есть, естественно, гели с сосудокрепляющими компонентами, которые улучшают микроциркуляцию и хорошо используют, если, например, какие-то сосудистые проблемы или атоничная тусклая кожа, то есть всегда ищем те компоненты, которые решают какую-то определенную проблему и, соответственно, их используем. Аппараты с самоклеящимися электродами, а-ля там Амрон Е3, какой гель можно использовать под эти аппараты? Я могу сразу сказать, что никакой, потому что эти аппараты имеют самоклеющиеся электроды, которые подразумевают замену их, когда они уже отработали, вышли из строя. То есть они не одноразовые, они многоразовые, но со временем этот клеющий слой, который одновременно является и токопроводной средой, он теряет свою состоятельность, эффективность. И тогда просто нужно купить новый комплект электродов самоклеящихся и просто использовать с аппаратом. Конечно, есть лайфхаки серии Голь на выдумке хитра, когда старые электроды смазываются гелем, для этого берется любой электропроводный гель и притягиваются к коже, например, какой-нибудь резинкой. Но на самом деле, конечно, я не сторонник вот таких методов, потому что мы можем получить результат от процедуры не такой, как рассчитано производителем, если использовать его по инструкции. Следующий вопрос у нас звучит таким образом. У меня аппарат микротоковой терапии, но мышцы лица сильно дергаются при воздействии и чувствуется ток. Правильно ли это? Как физиотерапевт я, конечно, могу сказать сразу, что нет, потому что микротоковая терапия предполагает воздействие в микроамперном диапазоне тока, а в микроамперном диапазоне человек у нас электрический ток не воспринимает. Поэтому, если мышцы дергутся, значит, это уже некое подобие электромиостимуляции. Если это именно микротоковая терапия, вы хотите получить действие нейроподобными токами, сила тока должна быть не выше 500-600 микроампер, а лучше, чтобы она была еще ниже, то есть оптимальные варианты это 60-100 микроампер воздействия. Но не всегда аппараты, конечно, которые продаются на рынке, соответствуют классическим параметрам, поэтому если вы видите, что человек чувствует электрический ток и мышцы еще и дергаются, то это, конечно, не классическая микротоковая терапия и вообще не микротоковая терапия, а некое подобие электромиостимуляции. Следующий вопрос касается ультразвукового скрабера. Чаще всего спрашивают, конечно, банальные вещи, а-ля там, можно ли его перевернуть эту лопатку и сделать фонфорез, но я думаю, что об этом вы уже все прекрасно знаете, об этом уже говорено и переговорено, что скрабер не годится для фонфореза. Если вы хотите подробнее об этом узнать, посмотрите наше видео, касающееся ультразвуковой чистки, касающееся применения ультразвуков в косметологии, там я все очень подробно рассказываю. Здесь вопрос такой, в противопоказаниях к моему ультразвуковому скраберу было написано, что сухая, чувствительная или увядающая кожа является противопоказанием для ультразвуковой чистки, правда ли это? Честно сказать, не знаю, что это был за аппарат и что за инструкция к нему, может быть, просто ее неправильно перевели с китайского, но на самом деле ультразвуковая чистка изначально была придумана для людей с чувствительной кожей, потому что их невозможно было обрабатывать средствами на основе кислот, на основе, возможно, энзимов, которые могут обладать раздражающим действием, и стал использоваться низкочастотный ультразвук, то есть более щадящий, нейтральный, разрыхляющий гель, а-ля наш гель для дезинкрустации, или какой-то гель просто алоевера наносится на кожу, она разрыхляется под пленочкой, и потом при помощи ультразвукового скраббера верхний слой роговевших частичек снимается очень щадяще, не раздражая кожу, потому что само средство разрыхляющее, например, оно практически не содержит никаких агрессивных компонентов, поэтому нет, я считаю, что можно использовать, конечно, ультразвуковой скраббер с щадящими, разрыхляющими средствами в комплекте для ультразвуковой чистки. И последний вопрос, на который я хотела бы ответить, когда можно начинать проводить аппаратные процедуры после того, как мы сделали лазерную шлифовку? Правда, тут не уточнено, какие, на самом деле, это такой, может быть, даже немножко собирательный вопрос. Очень часто задают, можно ли пользоваться такой-то процедурой, такой-то процедурой, использовать такие-то аппараты. Сразу могу сказать, что любая методика аппаратная, которая предполагает контактное воздействие на кожу, она разрешена только тогда, когда кожа не имеет каких-то повреждений. То есть, если на коже есть большое количество высыпаний, есть ссадины, есть незажившие результаты агрессивной процедуры, большинство контактных методик делать нельзя. То есть, нужно дождаться полного заживления кожи. Если же эта методика бесконтактная и предполагает, например, усиление регенерации, как показания, в такой методике можно отнести, наверное, одну, это лазерное воздействие, лазерная терапия, которая выполняется бесконтактным способом. Вот ее, в принципе, можно делать, если есть трудности с заживлением и нужно их как-то простимулировать извне. Но если проблем нет, реабилитационный период проходит, как запланировано, достаточно средств уходовых, которые улучшают заживление. Тот же самый гель-интенсив регенерации обязательно, средства с максимально возможным СПФ-фактором. В реабилитационном периоде этого будет достаточно, чтобы кожа восстановилась, как и запланировано. На этом разбор пяти вопросов, самых часто встречающихся, я заканчиваю. Буду очень признательна, если вы будете задавать еще какие-то вопросы в комментариях, и мы разберем еще какие-то интересующие вас темы. Также буду очень признательна, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал, это поможет продвижению нашего канала, и мы будем с радостью новые и новые темы для вас озвучивать интересные. Всего вам доброго!